Здравствуйте, друзья, товарищи! Я очень рад приветствовать вас на канале Блог, ЖД, Фотографы и все такое. Сегодняшний ролик опять про пациента. Не то чтобы редкого и весьма известного, который работает на Даганско-Краснопресненской линии московского метро. Итак, друзья, без лишних предисловий встречайте. Новогодний Йош-3. Парам! Его головные вагоны 5701 и 5840 построены в 1974 и в 1976 году соответственно. Это своего рода ретро-поезд московского метро. Хотя на самом деле единственное ретро, которое у него осталось, это его экстерьер. Потому что внутри он больше напоминает номерной в результате модернизации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция достается. О подозрительных предметах сообщайте не. В последние годы наш пациент работал на Даганско-Краснопресненской линии. А с 2016 он стал исполнять обязанности новогоднего поезда. С тех пор на линию он выходит только по праздникам, всякий раз меняя оклейку. Изначально он был белого цвета, потом его обклеили в голубенький. Ну а в этом году он получил коммунистические цвета, то есть красный со звездой. Цена-Тиво. Продолжение следует... Продолжение следует... И отправился на наземный перегон московского метро, чтобы сделать с ним крутую фотографию. А это был новогодний поезд Йош-3 на канале Блог ЖД Фотографа. Пишите в комментариях, какой Йош-3 нравится вам больше, этот, прошлогодний или же позапрошлогодний? А я на станции Таганская, и сейчас пришло время для моей новой рубрики «Таинственное неразгаданное». Сегодняшняя загадка — это таинственные промежуточные вагоны Йош-3, которые встречались на Таганской Краснопресненской линии, еще когда здесь были небонардизированные составы. У этих вагонов вместо привычных фонарей, спрятанных под стекляшкой, были обычные три кустарно-пределанные лампы. Британские ученые даже считают, что на этих самых вагонах Сталин ездил по секретной линии метро-2 из аэропорта Домодедова на дачу к Путину. Но точного происхождения этих вагонов пока не может огласить ни один эксперт. Если вдруг вам что-то об этом известно, пишите в комментариях под этим видео. А это Даня и Кирилл, любители вагонов метро. Они сейчас расскажут вам все, что думают о новогоднем поезде Йош-3. Новогодний Йош-3 — это самый лучший состав, который был придуман в МОЗ-метро. Да, он выезжает раз в год, но он шикарен. Это ностальгия по ежам, которые уже нету как года-два. Я очень по ним скучаю. И спасибо Московскому метро за такой шикарный состав. Новогодний Йош — это ностальгия по ежам, которые раньше ездили на ТКЛ. Большое спасибо, надо сказать, Московскому метрополитену и депо планерное. Что лучше, номерной или Москва-2020? Скорее всего номерной, потому что, ну, Москва-2020, она не интересна особо, да, но, типа, очень крутой состав, много зарядок, да, но номерной как-то вот лучше. Прям чувствуешь такую советскую ностальгию, там кабина лучше, там более понятное управление. А вот Москва-2020 не особо-то и круто. Она часто ломается и всегда бесит то, что ты слышишь разговор людей, и это очень ей не нравится. Вот номерном шикарно, очень громко, ничего не слышно. Отлично, сейчас наберем срач в комментариях, и за счет этого поднимем просмотры. Что лучше, Йош-3 или Москва-2019? Йош-3. Ламповость, ностальгия. Поэтому Йош-3 круче, Йош-3 урулин. А вы пишите в комментариях, какой пояс метро самый лучший на ваш взгляд. А мы с пацанами теперь едем на станцию Выхина, чтобы сфотографировать нашего пациента на открытом участке под солнышком. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот и работаем, как шпионы какие-то прямо. А на этом у меня все. Если вам нравится метро, смотрите другие метрополитенности вот в этом плейлисте. Также я хочу поблагодарить своих спонсоров. Не то, чтобы без них мой канал не мог существовать, но мне приятно, что они меня поддерживают. Вы тоже можете стать спонсорами, оформив подписку в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и все такое прочее. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok